Как вы смотрите на эту красоту и не слепнете? Офигеть я офигенная! Я не буду это вырезать, я хочу, чтобы вы видели вообще всю меня. Да, я чуть-чуть смонтирую, чтобы я красиво плакала. Как в фильмах. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня у нас будет видео, в котором я хочу вам рассказать свой опыт, свое видение, свой взгляд на то, что нужно сделать для того, чтобы девушка полюбила себя. Когда-то давно я снимала такое видео, чуть-чуть поподробнее об этом расскажу, как полюбить себя. Но это было очень давно, это был один из уроков стервологии. Это когда я только начинала вести свой канал, он у меня начался, кстати, с того, что я сделала такой небольшой курс стервологии, как стать стервой, там туда-сюда. В общем, там введение, я рассказываю, что в моем понимании это стерва. То есть это не ужасная женщина, на самом деле. Это просто вкратце и женщина, самоуверенная, целеустремленная, которая себя любит, ценит и не дает никому себя в обиду. Как-то так у нас в обществе принято, что если женщина дает мужчине отпор и идет к своим целям, и делая этому мужчине, может быть, как-то больно в каких-то моментах, или наступает ему там где-то на горло, разбивает его сердце, она становится сразу стервой. Но извините, если нам не по пути, то не по пути. А если по пути, то не дотягивайтесь, если дотягивайтесь. В общем, смысл в том, что сегодня будет видео о том, как полюбить себя. Вот, например, заметочка маленькая, что сегодня я себя люблю особенно больше. Прям очень. Прям смотрю и думаю, ну божешки, ну как можно быть такой красивой? Да, и такие дни бывают. А что повлияло на это? Повлияло на это то, как я сегодня одета, мой цвет волос, мой цвет кожи, цвет губ. И вообще все манипуляции, которые я делала до этого со внешностью, вот сегодня они вылились вот в такой прекрасный образ. Немножко я его там подкорректировала сегодня, и вот вам, пожалуйста, да. Конечно же, я не такая утром встала, ясное дело. Но любовь вот, тату, ну смотрите, как все гармонично, я не знаю, как вы смотрите на эту красоту и не слепнете. Давайте о самом главном. Значит, первое, с чего я хочу начать, и не зря я сделала эту такую ремарочку, это о внешности. Да, как ни крути, чтобы полюбить себя девушке, она должна полюбить свою внешность. Вот я вам скажу такой момент, что если я себя особенно люблю сейчас, это не значит, что в обычные дни, когда я просыпаюсь утром, может быть, немного опухшая или какая-нибудь кривая, я себя люблю не так сильно. Я себя всегда люблю. Я себя люблю, в чем бы я ни была одета, как бы я ни выглядела. Знаете почему? Потому что я себя вижу вот так. Я знаю, что я могу выглядеть так. Если я так выйду на улицу и просто пойду, ни один мужчина не сможет отвести взгляд. То есть ни один мужчина не сможет пройти мимо, ни одна девушка не сможет пройти мимо, не оглянувшись, не посмотрев. А кто-то еще улыбнется, а кто-то что-то такое возникнет, у кого-то зависть, у кого-то радость. То есть люди абсолютно разные, да, и не только есть завидуют. Есть, которые радуются такой внешности, видят яркие образы, и у них что-то хорошее возникает. Вместо того, что ревность, ой, напялила на себя, ой, красавица тоже мне. То есть люди настолько разные, что это прекрасно. Но так как я сама себя вижу вот такой, и я знаю, что я такая могу быть, я себя люблю любой. То есть я даю себе расслабляться возможность, одевать что хочу. Если у меня нет настроения, могу напялить на себя вообще черти что, и нести себя вот так. Нести себя вот так, как я себя внутри вижу, вот так. То есть я себя вижу вот такой, красивой, яркой. И вы не поверите, люди все равно обращают внимание. Я вам серьезно говорю, вот одета я так, или одета я вообще просто спортивки какие-то одела, не накрасилась, гульку заплела, на меня люди смотрят одинаково практически. Ну, понятно, что яркий красный цвет будет привлекать больше, но мужчины оборачиваются, женщины смотрят, задерживают взгляды. Я же это вижу все, вижу. Я думаю, что это все происходит из-за моей внутренней уверенности, от того, что я знаю, какой я могу быть. Но для того, чтобы я узнала, какой я могу быть, я должна была себя такую когда-то увидеть, правильно? И принять, полюбить и понимать, что я на самом деле красотка. И для этого, девушки, если вы себя еще не видели красоткой, вам обязательно нужно себя ей увидеть. Я вообще даже рекомендовала всегда, девчонка, мне кажется, у любой девочки вообще должно быть свое портфолио. Всегда. У любой девушки, мне кажется, это важно, увидеть себя со стороны. Макияж, платье, какой-то образ, и ты вот так, и вот так. И классно, чтобы эти были портфолио, допустим, разные, а в одном ты нежном образе, то есть ты такая, может быть. А другой какой-то стервологический образ, ты такая, леди-вамп. Это тоже очень круто, знать, что ты можешь быть разной и в таком образе, и в таком. И даже иногда это может помочь с вашим мужчиной, да. Когда он, например, что-то там ругается, вам нужно себя защищать, вы сразу вспоминаете то портфолио, где вы такая женщина-стерва, понимаете. Вы можете такой быть, у вас такой взгляд, такой наряд, вы себя видите и защищаете, да. А когда мужчина требует там ласки или еще что-то, вы сразу вспоминаете себя там в розах, в нежном белом платье, как вы бежите там или по полю, да, ромашки. И вы такая нежная, дарите ему тепло. В общем, такая аналогия, ассоциативный ряд. В общем, мне кажется, это важно. Если у вас еще нет фотосессии, обязательно сделайте такой. И вообще, я считаю, что женщина в первую очередь должна не для мужчины, а для себя, для того, чтобы быть в себе уверенной, должна следить за своей внешностью. Я человек, который, честно говоря, не люблю заморачиваться со внешностью. Правда, это очень редкие моменты, и вот это видео я снимаю, потому что просто вот так вот совпали карты, что это можно сделать легко и не напряжно. Но вот так, чтобы краситься каждый день, завивать свои волосы, мыть голову каждый день, какие-то наряды. Для меня это утомительно, если честно, правда. Есть девушки красивые, которые ходят, такие всеутонченные. Я с удовольствием за ними наблюдаю, но я даже вижу иногда по образу и понимаю, что я так ни ходить не смогу. Ни если раз в год я так вообще наряжу себя, ну супер, да. Опять же, для фотосессии потом безумно устану и буду вспоминать это еще целый год. Вот, поэтому это очень редкие моменты. При этом я нахожу, как следить за своей внешностью так, чтобы это было надолго. Вот давайте, например, начнем с моего лица. Брови я свои вообще не трогаю. Я их щипаю раз в месяц, там подри волосинки выщипываю, потому что у меня татуаж. Я пошла к своему мастеру, обязательно важно найти хорошего мастера, я пошла к своему мастеру, она мне выверила идеальную форму для меня, она сделала мне идеальный цвет для меня. Раз в полгода, там раз в год я хожу на какую-то минимальную коррекцию, хотя это тоже не обязательно, как бы, да, ну, я вижу просто, что это не особо нужно, вот я хотела потемнее сделать бровки, я их там сделала. Их вообще не крашу, не трогаю, хотя можно покрасить, но мне кажется, что супер идеально. Все, брови я не трогаю, я про них забыла, хотя раньше это был целый геморрой для меня. Щипать их, красить их, укладывать, то они не лежат, ну, сами понимаете, да. Все, с бровями вопрос отпал. Ресницы. Сейчас нашла супер процедуру, хотя наращивание ресниц никто не отменял и тоже очень красиво смотрела свои старые фотографии, тоже хорошо выглядит. Ну, единственное, что реально, ну, там, спать нужно привыкнуть какое-то время, нет-нет, они там отпадают и уже потом не так камильфо выглядит все это, да. Поэтому я решила наращивать, пока не наращивать, хотя я вернусь к этому, мне нравится, да, там, на месяц, на три недели ты тоже ресницы не касается и ты красотка. Красивые длинные черные ресницы, да. Сейчас я сделала процедуру себе, она называется гламур, что-то такое, не помню. У нас два человека на юге России этим занимаются, я вот ходила к одному. Вот на два месяца делается этот эффект, это восстановление ресниц, то есть всякие витаминки туда, плюс подкрашивание, плюс закручивание и эффект на два месяца. Вот я ресницы не красила, мне кажется, идеально выглядит все, да. Ресницы, все, отпали, мы их не красим, да, два месяца мы не паримся за эту тему. Дальше, загар, мне кажется, что загар очень идет девушкам. И я вот, хоть я очень светлокожая, сейчас, может быть, даже это и не видно, такой у меня красивый загар, но на самом деле я очень светлокожая, аж прозрачная, аж вены видно голубые. И всю жизнь я хожу в солярий, хожу в солярий периодически, то хожу, то не хожу. Кто-то говорит, что мне идет белая кожа, мне идет все, и белая кожа, и загоревшая, но я себя более уверенней и ярче чувствую, когда загоревшая. То есть я себя вообще супер-мега люблю, да. Еще становлюсь более такая, все, та-та-дам, не знаю, как это передать, но в общем, да, становлюсь еще уверенней в себе, еще больше из-за этих всяких нюансов. Я очень люблю татушки, мне кажется, они украшают девушек, делают какими-то их загадочными, что ли, или что-то, я не знаю, чем-то необычным. Какой-то шарм появляется свой, какая-то индивидуальность, хотя она и так есть у каждой, но все равно, хочешь, делай, да. И вот цвет волос там, да, я вот люблю быть яркой блондинкой, для меня, например, если я врус и сейчас покрашусь, ну, будет не то немножко, да. То есть я нашла идеальный для себя образ и каждый день радуюсь. То есть я его совершенствую раз там в пятилеточку, да, ну, раз в месяц, и я хожу на себя и смотрю каждый день. Вот каждый раз заглядывая, делая масочки какие-то, уходики постоянные. Ну, масочки и уходики, это, в принципе, несложно, раз в неделю, два раза в неделю, это несложно, там, патчи под глаза положить и маску, крема какие-то, да, там, все равно это, ну, это не то, что там тебе надо пойти помазать, да, когда ты умываешься, если ты умываешься вечером, то стягивает лицо, и, конечно же, хочется пойти и намазать кремом. У тебя есть суперклей, клей, у тебя есть суперкрем, ты им намазалась, и ты счастлива. Дальше вопрос с похудением, ну, тоже, если есть какой-то лишний вес, там еще что-то, пресс покачала, устала, посмотрела на себя в зеркало, в кубики, молодец, диета какая-то, в общем, на всех фронтах нужно заниматься своей внешностью, пока ты не прибудешь в то состояние, когда ты посмотришь на себя в зеркало и скажешь, офигеть я офигенная, понимаете, вот этого нужно добиться. И это первое, это первое, и я вам так скажу, 50% того, что вы будете более уверенной в себе и полюбите себя. Еще при всем этом очень важно здоровье, то есть за здоровьем тоже нужно следить. Полезная еда, я, конечно, грешу этим постоянно, но это тоже важно, не только внешне приводить себя в порядок, но и внутри. Это все способствует хорошему настроению и к тому, что вы смотрите на себя в зеркало, и вы светитесь и снаружи, и внутри. Соответственно, как не испытывать эмоции, любви к такой женщине. Дальше, индивидуальность. Очень важно найти что-то свое, свою фишку, что вы умеете, может, какие-то таланты, какое-то хобби. Это очень важно. Если вы еще не нашли, ищите. Это тоже важно искать. Можно заняться психологией, можно заняться духовным ростом. То есть все это нас обогащает изнутри и делает нас тоже более уверенным. Когда у нас появляется в голове много информации, опыта, знаний. Если мы занимаемся психологией, медитацией, у нас появляется спокойствие, мы на этот мир немножечко начинаем смотреть со стороны. Если вы найдете что-то, что вы умеете, ну, как бы лучше других, понятно, что талантливые люди есть во всем. Ну, например, вы поете, или вы там супер вяжете, или вы супер танцуете, или вы пишете песни, сочиняете стихи, ну, в общем, море всякого всего. То есть если вы чем-то сможете выделяться, что-то вы умеете, есть у вас какой-то талант, это будет вас еще больше выделять на фоне других людей. Соответственно, как себя не любить, да? Если вы еще не только красивая, вы еще и умеете что-то. То есть не просто картинка, есть что-то, содержание. Вообще, я считаю, что женщина, она должна себя наполнять во всех фронтах. Я бы такая, чтобы заниматься всем. И английский, и вокал, и вязать, шить, все-все-все. Единственное, что рук не хватит. Но на самом деле всего-всего хочется. А когда вот я так искала себя, я занималась всем подряд. Пока не напоролась, да? Пока не напоролась на YouTube, не стала блогером и поняла, что вот она я! Реально, это мое все YouTube. Я не знаю, как я жила до этого, почему я раньше с ними встретилась. Но, видимо, свое время всему. Потому что именно сейчас, в этом возрасте и в это время, я могу много чего рассказать и много чем поделиться. Может быть, раньше это было немного не так. Может быть, раньше мне казалось, что я могу поделиться, но не было еще какого-то того именно опыта, чего-то того не было внутри. Я была еще молодая и такая вся взбаумошная. Было бы, наверное, это как-то все нелепо. А вот именно сейчас, когда я к этому пришла, я уверенно иду и говорю, и знаю, что я говорю. В общем, наполнять себя внутри знаниями, это очень важно. Иметь свое хобби, иметь, найти что-то внутри, что вас отличает, что делает вас еще более индивидуальной среди других. Это тоже очень важно. Если вы это нашли, развивайте. Если это вы еще не нашли, ищите. Занимайтесь там, 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 читайте, обогащайтесь. Это тоже вам поможет полюбить себя еще больше. Третий момент – это ваше окружение. Вы знаете, хотя я думаю, вы знаете, что окружение очень важно. Мы с самого начала, сначала мы маленькие дети, нас окружают наши родители. Ведь это очень важно, как они нас воспитывают, что они в нас вкладывают. Уверены ли мы становимся человеком по жизни или нет. Оно даже идет вот прям от родителей наших, мне кажется, в большей степени. Дальше, когда родители нас немного выпускают, это садик. Ведь воспитатели проводят вот сейчас с ребенком своим очень много времени. И мне тоже очень важно, что они ему говорят там. Ведь... Ох, я расстроена с меня, простите. Это садик. Слушайте, что я не накрасила. Для меня просто правда очень-очень важно, что будет окружение вкладывать в моего ребёнка. Я считаю, что это идёт всё с детства. Я даже помню сама какие-то слова, и не только в детстве, а уже даже в более сознательном возрасте, которые вели меня к той или иной вещи. И я безумно благодарна. Кошмар какой. Я не буду это вырезать, я хочу, чтобы вы видели вообще всё меня. Я благодарна всем людям, которые на моём пути вообще встретились, и которые меня повели в то или иное направление. И, конечно, я больше благодарна тем, которые вели меня в правильное направление. Я даже совсем недавно вспомнила ситуацию, где я работала... Совершенно не особо знакомые мне люди. Ну, как знакомые... Моё начальство было, да? Я работала... Тогда мне было 20 лет где-то. Я работала в парфюмерии, там какой-то ларёк был, находился возле метро Марьино, где-то там. Был небольшой торговый центр, ларёк. Вот, знаете, ларёк, где много-много всего. Там три этажа всякой косметики. И не было у нас... То есть была взрослая женщина, она такая худенькая, жила с мужчиной, был у них ребёнок. Такая, знаете, вообще не... Как бы, как сказать... Очень простая такая интеллигентная семья, то есть ничего такого. У нас не было каких-то доверительных отношений, там, или ещё что-то. Но мне очень нравилось. Вот они такие, ну, достаточно молодые были в то время, так я наблюдала, да. Спокойные, без всяких каких-то там левых амбиций. И не злые абсолютно люди. Вот они занимались бизнесом, я видела их дочку, то есть видела какие-то там взаимоотношения их. И всё, то есть вот на этом. Я поработала у них недолго, может быть, полгода. Может быть, год. И в тот период я жила со своим мужем первым. В тот период как раз-таки вот я ушла с работы, когда узнала очень, ну, очень неприятные вещи о своём муже. Тогдашним. И я, честно говоря, молодая, да, представьте, 20, там, 19, я не помню, сколько лет, примерно. 19, 20, 21, я не помню точно, это надо считать. Ну, примерно. Голова одна и та же была. Глупыня. И я помню, что меня ошарашила новость, которую я узнала. У меня открылись глаза на всю нашу жизнь в браке и вообще и знакомство, всё, что меня окружало. То есть я как будто была слепым котёнком с закрытыми глазами. И открыла их в один момент. И, конечно же, ошарашенная, я сразу говорю об этом. И я говорю, мне срочно нужно домой, то есть я работала в этот момент, мне срочно нужно домой, представляете, вот такая ситуация, я не знаю, что делать. И она вот человек с опытом. Мне кажется, она в тот момент... Как снимать это видео дальше? Мне кажется просто, что она в тот момент своими словами реально повернула мою жизнь в другую сторону. Не знаю, что могло бы быть, но я её слова до сих пор помню. Я помню, что она остановила меня. Говорит, подожди. Даже, может быть, это не в этот момент остановило. Я, по-моему, пошла домой, на следующий день я вышла, по-моему, на работу или не вышла. Я не помню, но мне кажется, то ли это в этот день было, то ли на следующий. Я сказала, что я ухожу с работы, да, да. То есть это в этот день я ушла, посмотрела, как там, что обстановку потом вернулась на работу. На следующий день сказать, что я ухожу, вот отработать там какие-то дни, которые мне нужны. Она сказала, что ты можешь ничего не отрабатывать, но послушай меня. И сказала, ну как бы у неё есть опыт с определёнными вещами. И она мне разложила всё и сказала, ты можешь делать со своей жизнью что угодно, но не губи свою жизнь. Потому что есть какие-то такие обстоятельства в жизни, где стоит реально уйти и начать новую жизнь. Есть вещи, на которые ты уже повлиять не можешь. А если ты начнёшь на них влиять и закрутишься туда, да, то это может войти в привычку, и твоя жизнь вся пойдёт, в принципе, под откос. То есть ты... В общем, хорошо, звоночек меня отвлёк от моих сентиментальных вещей. Но, в общем, на чём я остановилась? Эта женщина, она остановила меня, значит, и сказала, чтобы я сильно не увлекалась, знаете, ролью матери Терезы, которая будет спасать кого-то там. Вот. И вы знаете, её слова, они очень сильно повлияли на меня. Я, конечно, всё равно спасала, но я вот это вот в голове держала, что не быть матью Терезой. Не должно это войти в привычку. Я должна точно ощутить ту грань, когда я уже ничего не могу сделать и идти дальше. Иначе я свою жизнь могу загубить, да. Так её и не начал практически. И я думаю, что именно её слова сделали большую часть всего. Поэтому я вам скажу, что это очень важно, какое окружение вокруг тебя. Что они говорят, что они в тебя вкладывают, как они тебя мотивируют. И также уверен, ты становишься в себя или нет. В Москве я жила, у меня были друзья, подруги. И они меня очень любили, вдохновляли. Всегда говорили, какая я прекрасная, умная, красивая. Как со мной приятно общаться. Как они меня любят и рады, что мы встретились. Что мы когда-то познакомились. При всяком удобном случае мы всегда друг другу говорили. И бывало просто спонтанно. Мы жили в одной квартире, бывало просто спонтанно. Мы вставали утром или вечером. Ну, а тут просто хорошо обнимашки устраивали. Мы вот так становились все в кружочек, обнимали друг друга и назвали это обнимашки. Вот. И это очень круто, это очень важно. Когда есть люди, которые тебе доверяют. Для которых твое слово что-то значит в этой жизни. Которые боятся тебя лишний раз обидеть. И очень аккуратно подходят к каким-то моментам. И что у них может быть мотивация только желать тебе добра. Это что касается окружения. Что касается воспитания. Мама в свое время тоже очень грамотная. И половина, я думаю, сознательна, половина не сознательна. Она так подошла к воспитанию, что уже тогда в молодости я была очень уверенной в себе. Во-первых, у меня была свобода действия. Я была ответственностью. У меня с детства уже была ответственность. Я понимала, что именно мои слова и мои действия это мое будущее. Вот тогда уже поняла. Никто-то за меня ничего никто не делал. Ничего на блюдечке мне не преподносил. А вот я тогда это поняла. И я себя оберегала очень. У всех все по-разному, понимаете. Жизнь, да. И поэтому мне очень важно, как сейчас мой ребенок растет. И в каком окружении. В садике он сейчас проводит вообще очень много времени. И как вот он что-то сделал не так. Как ему сказали. Что ты делаешь, негодяй там, да. Ай-яй-яй. Или ему сказали. Нет, Дыночка, так лучше не делать. А то вот если вот так вот, а вот так вот так. И красивенько, аккуратненько, с доверием все расскажет. Но мы все люди. И мы не можем контролировать. Не все воспитатели одинаковые в садиках. И не все они и себя любят. И других любят. И так далее. И поэтому, честно говоря, очень переживаю за этот момент. Но окружение очень важно. Огромная часть, уверены вы в себе или нет, тоже делает ваше окружение. Если оно вас поддерживает, если оно дарит вам хорошие эмоции и много всего, чего дарит, просто находится с вами. И даже не обязательно, чтобы эти люди говорили, ты хорош, ты красивый. Просто достаточно того, что они так считают. Это будет видно ваше окружение. Оно будет вас поддерживать всегда, чем вы бы не занимались, что бы вы не делали. Оно будет всегда на вашей стороне. И немножко корректировать, и очень аккуратно корректировать, если что-то действительно не так, от доброты своей. И я вам скажу, что очень много, допустим, в меня мои друзья вселили. Потому что, когда мы общались, каждый раз, общаясь с ними, я себя чувствую прекрасной, умной, мудрой женщиной, которая может что-то дать, может подарить хорошие эмоции. И все это я видела в своих друзьях, которые давали мне обратную связь в этом всем. Поэтому выбирайте свое окружение. Если в вашем окружении люди, которые говорят, что да у тебя не получится, или там фу, как ты так можешь, какая-то там мать, какая-то там подруга плохая, или дочь ты плохая, и так далее, и так далее, ограждайтесь от этих людей. Очень легко с подругами, с друзьями, с парнями, если они вас унижают, есть такие парни, которые точно так же вас унижают. Да кому-то нужна с детьми, или кому-то там нужна, посмотри на себя, ты ничего не имеешь, ничего не знаешь. Не слушайте их. Вы должны все знать, все уметь, вы должны вкладывать в себя, вы действительно должны быть личностью. И потом, когда вам это кто-то что-то говорит, просто разворачивайте и до свидания. Желаю счастья, но не со мной. Это что касается вот людей неродных, да, мы их можем развернуть, послать на три буквы, идите там вот кого-то другого воспитывайте, кто будет позволять. Я не буду позволять. И окружайте себя людьми, которые восхищаются вами. Вы полюбите себя еще больше. Что касается родственников, если такие родственники, да, просто нужно оградить себя, отдалить их от себя. То есть родственников мы не можем вычеркнуть совсем, да, из своей жизни. Есть, есть такие сложные взаимоотношения в семьях, когда родители гнобят своих детей, гнобят и гнобят и гнобят. И есть наоборот, может быть, даже дети гнобят, гнобят, гнобят. Но я считаю, что, или там родственники, бабушки, дедушки, тети, неважно, я считаю, что мы не можем их вычеркнуть, но мы можем их отдалить от себя. Мы можем переехать в другой город, в другую страну, в другой район, да, то есть это все в наших силах. И встречаться с нашими же родственниками как можно реже. И вообще, я считаю, что это залог замечательных взаимоотношений, чем реже вы встречаетесь со своими родственниками, тем больше любовь. Потому что, честно говоря, с самых давних времен нас связывает очень много всего такого, что может очень быстро вскипать нашу кровь, там, или еще что-то. Поэтому, если все хорошо и прекрасно, то замечательно. Если ваши родственники вас поддерживают и любят, то держите их рядом, как можно ближе. А если они делают все не так, чтобы вы чувствовали себя хорошо и уверенно, то держите их подальше. Подальше. Пусть у них все будет хорошо, может быть, помогайте им, дарите им счастье, радость, материально, морально. Но пусть они будут подальше. Подальше. Вот. И это тоже очень важно. Да. И еще рядом с собой держите успешных людей. Учитесь у них. Держите рядом с себя людей умнее вас. Это способствует вашему росту. То есть вы будете так или иначе перенимать эти все вещи. Не обязательно, чтобы умный человек говорил, я вот такой умный, а ты вот такая. Нет. Достаточно просто того, что вы находитесь в этом окружении. Вы же все как... Мы все как обезьянки перенимаем. Все хорошее так или иначе. Слова, действия, поступки, взгляды, если возможности есть с таким человеком общаться. Ему не обязательно говорить как надо. Он может просто говорить, как делает он. Просто как делает он в той или иной ситуации. Вы наблюдаете и все самое лучшее перенимаете. И тогда у вас все становится замечательным. Это тоже очень важно окружение. Ну и еще очень важно делать добро. Делать добро, дарить людям радость и дарить улыбку. Это очень важно, потому что если вы будете это делать, мир, люди, они не заставят себя долго ждать. Они обязательно подарят вам это в ответ. И когда вокруг вас и в мире вообще происходит вот такая гармония, доброты, какой-то такой полезности и всего хорошего, то вокруг начинают вообще вибрировать классные энергии. И это тоже влияет, тоже влияет на вас, на то, что вы становитесь более уверенной, расслабленной. И конечно же любите себя за то, что вы такая молодец, такая вот умная, хорошая, красивая. Добрая, люди вам откликаются, люди вас благодарят, точно так же делают вам добро, точно так же вам в ответ улыбаются. И вы понимаете, что вы классная, но как можно себя не любить? Как можно себя не любить после этого? Нужно себя любить и продолжать все это генерировать. Вот такая формула. А начать нужно с простого, да, с внешности. Если вы можете работать на всех четырех фронтах, это замечательно, кстати, да, и нужно вообще на всех четырех фронтах работать, будет хорошо. Я на своем личном примере все это говорю, это не из каких-то книг, это личный мой опыт. Просто села, подумала, с чего начинала я, как я все это делала. И вот я вам сейчас и выдала в этом видео. Мне в директ пишут в инстаграме очень много всяких запросов. И есть какие-то видео, например, как пережить расставание, как полюбить себя и стать увереннее в себе. Эти видео у меня даже, я только набираю в ютубе, как, и у меня сразу, как пережить расставание, селена своей. Как полюбить себя, селена своей. То есть я сразу копирую и отправляю девочкам, когда мне идут советы, там, помоги, посоветуй. Я сразу говорю, посмотрите это видео. Вот я думаю, что это видео сейчас тоже будет таким кладезем. Я уже его сняла сейчас на современный лад. Нет, я имею в виду сейчас, когда я уже более уверена перед камерой, да, и расслаблена. И вот прям вот говорю вам все от души. Все эти моменты очень важны. Все эти моменты делают нас личностью и формируют наше отношение к самим себе. Вот это четыре вещи, которыми бы я не пренебрегала. И на собственном опыте я вам скажу, что все это у меня есть. Все, что я вам здесь сказала. И все это реально продолжает делать меня увереннее в себе. И даже на сегодняшний день ни один человек не сможет убить мою самооценку. Просто так. Потому что она уже стоит на таких вот четырех ногах, да, которые я сейчас вам описала. Это окружение, это любовь к миру, к людям. Это индивидуальность моя, умение что-то, да, это моя внешность. Вот оно стоит на таких постулатах. И самое главное, отдача людей, да, обратная связь. То есть это не так, что все это есть, а мне в обратку кидают помидорами. Нет. В основном люди только укрепляют мою веру и любовь в себя. Я хочу, чтобы это вы испытывали тоже. Я очень хочу, чтобы все это испытывали вы, чувствовали все это и поняли, как это может быть, если вы этого еще не испытываете. Хочу, чтобы вы поняли, как реагировать на другие вот при всем при этом, когда начинают тебе что-то писать, какие-то гадости по поводу, какая ты мать или какой ты человек или что. Как вы начинаете реагировать с этой уверенностью? Когда вы не уверены, вы начинаете, может быть, очень близко к сердцу все воспринимать и думать, может быть, они где-то правы, может быть, где-то что-то надо поменять. А может быть, может быть, может быть, и закрываетесь, да. Но когда вы точно знаете, что вы делаете, к чему вы идете, у вас есть обратная связь, все четко. И вдруг какой-то человек, который увидел все это, а у него чего-то там не хватает, и он кинул у вас помидор. Кроме как понять, что есть такие люди, и что им тяжело, и от того, что они не знают, как делать, они бросаются помидорами. То есть на таких людей не стоит обижаться, уж тем более не стоит воспринимать всерьез, и что-то в себе, вот такой, со всем этим списком и умением, да, замечательным, что-то менять. Нужно просто продолжать, продолжать делать то, что вы умеете, то, что вы знаете, и дарить, и дарить то, что вы имеете. Вот, я надеюсь, что это видео будет очень полезно, я надеюсь, что оно вам понравилось, если так, ставьте лайк обязательно, по лайкам я смотрю, как мое видео зашло, вам нравится, не нравится и так далее. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, потому что впереди много интересного, я старалась всегда что-нибудь снимать для вас, разненькое, главное полезненькое, чтобы это было. Вот, и надеюсь, мои слезы вас никак не смутили, я хотела сказать об этом, что да, очень, ну это может быть не очень важно, да, но я такой человек, и с годами, честно говоря, это моя сентиментальность, она только как-то укрепляется. Я, я бывает смотрю дом 2, и просто какие-то мимолетные моменты, может быть люди играют, может быть там реально все очень наигранное, но есть какие-то моменты, в которые я верю, и у меня, я прям вот стою там у петербродикса и сделать, и у меня прям в груди вот так сжимается, и чувствую, что подкатывают слезы от того, что какая-то ситуация трогательная. Я очень люблю, когда люди мирятся, я очень люблю, когда они что-то прощают, закрывают, они хотят быть вместе, там, ну к примеру, да, когда люди извиняются, когда они считают, что они неправы, когда они что-то пытаются внутри поменять, когда они пытаются более глобальные вещи осознать. Мне кажется, это так трогательно, я знаю, что это очень трудно людям бывает, что эгоизм бывает мешает всему этому, но это очень-очень классно, очень трогательно, когда внутри какая-то огромная благодарность к людям, да, к окружению, когда, конечно, я могу плакать из-за каких-то страхов и боязни, есть какие-то вещи, на которые мы не всегда можем повлиять, да, и как бы оно еще не произошло, но от мысли, что что-то может такое быть, у тебя тоже сжимается все в груди. Чаще, конечно, в своей жизни я плачу из-за каких-то сентиментальных вещей, из-за какой-то радости, знаете, каких-то вот таких осознаний, инсайтов там, да, у людей, я, доброты, когда люди делают друг другу добро, у меня сразу как-то внутри тоже все очень так сжимается, и прям, ну да, слез, прям так хочется поплакать и сказать, блин, так прекрасно, что это есть. Вот, поэтому я надеюсь, я вас не испугнула со сентиментальностью, я такая, да, я могу вот над такими вещами растрогаться, и мне кажется, в этом есть что-то, что-то такое, поэтому я никогда этого, ну, как бы, не скрываю, не буду вырезать этот специальный момент, главное, что я там подвырежу, чтобы я красиво выглядела, а то, когда я плачу, у меня красные пятна. Да, я чуть-чуть монтирую, чтобы я красиво плачу, как в фильмах, хотя фильмы бывают разные, вот, так и некрасиво плачут. Ой, все, не могу, это у меня обратная реакция пошла. Все, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok